Анатоль Франц родился 16 апреля 1844 года в городе Сен-Сир-Сюр-Луар, Франция. Литературную деятельность начинал неспешно, ему было 35 лет, когда вышел в свет первый сборник новелл. Своим детским годам он посвятил автобиографические романы книга моего друга «Лэ Ливр де Моннаме» и «Маленький Пьер», «Лэ Петит Пьер», 1918. Первый сборник «Золотые поэмы», «Ле помэс Дорс», 1873, и стихотворная драма «Каринфская свадьба», «Ленас эс Каринтайнес», 1876, свидетельствовали о нем как о подающем надежды поэте. Начало известности Франца как выдающегося прозаика своего поколения положил роман «Преступление Сильвестра Баннара», «Лэ Крайм де Силвейстре Баннарт», 1881. В 1891 появилась Таис, Тас, за ней, Харчевня Королевы Гусиная Лапы, Ларти Сырая де Лорейн Бдокве, 1893, и Суждение господина Жерома Куаньяра, «Ле опиньенс де М. Джемек Айгнарт», 1893, давшие блестящее сатирическое изображение французского 18. В «Красной лилии», Лейлис Руш, 1894, первом романе Франца на современный сюжет. Описывается история страстной любви во Флоренции, сад Эпикура, Ле Жардан Ди Пикар, 1894, содержит образцы его философских рассуждений о счастье, состоящем в достижении чувственных и интеллектуальных радостей. После избрания во Французскую Академию, 1896, Франц начал публикацию цикла «Современная история», Хистовайр контемпорайна, 1897-1901, из четырех романов, под придорожным вязом, Элорн Дюмейл, 1897, Ивовый манекен, Ле Менекен Диассайр, 1897, Аметистовый перстень, Элан Неодиантиста, 1899, и господин Бержерев Парижа, М. Берджерт Перес, 1901. Писатель изображает как парижское, так и провинциальное общество с лукавым остроумием, но вместе с тем резко критически. В современной истории упоминаются актуальные события, в частности, дело Дрейфуса. В новелла «Дело Кринкебиля», Элла Фавар Крайнквебеле, 1901, переработанной затем в пьесу Кринкебиль, Крайнквебеле, 1903, разоблачается судебная пародия на правосудие. Сатирическая аллегория в духе свифта «Остров пингвинов», Элле Дэспенгауэнс, 1908, воссоздает историю становления французской нации. В Жанне де Арк, Джин Диак, 1908, Франц попытался отделить факты от легенд в жизнеописании национальной святой, хотя сам скептически относился к любому историческому исследованию, считая суждения о прошлом всегда в той или иной степени субъективными. В посвященном французской революции романе «Боги жаждут», Леди Юксуэнтэссуэв, 1912, выразилось его неверие в действенность революционного насилия, в написанном на современный сюжет «Восстание ангелов», Ларвулт де Санджас, 1914, подвергнуто осмеянию христианства. Книга «На славном пути», Сюр Лавой и Глориусы, 1915, исполнена патриотического духа, но уже в 1916 Франц выступил с осуждением войны. В четырех томах литературной жизни, Лавили Траваев, 1888-1894, он выказал себя проницательным и тонким критиком, однако крайняя субъективность заставляла его воздерживаться от каких бы то ни было оценок, поскольку в его глазах значимость произведения определялась не столько его достоинствами, сколько личными пристрастиями критика. Он присоединился к «Заля в защите Дрейфуса», а из сборника «Эссе к лучшим временам», «Виорс Леэтам Мелый Урс», 1906, яствует его искренний интерес к социализму. Франц поддержал большевистскую революцию 1917 года. В начале 1920-х годов он был в числе тех, кто симпатизировал недавно созданной французской коммунистической партии. В течение многих лет Франц был главной приманкой в салоне своей близкой приятельницы мадам Армандо Каяве, а его парижский дом, Вилла Сеид, превратился в место паломничества для молодых писателей, как французских, так и иностранных. В 1921 ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Присущая Францу тонкая остроумие напоминает иронию Вольтера, с которым его многое роднит. В своих философских воззрениях он развивал и популяризировал идеи Э. Ренана. Умер Франц в Туре 13 октября 1924 года.